Хорошего вам времени суток! Мы добрались наконец до установки трекера заявок. Сегодня мы его установим, потом еще пару уроков, у нас будет его уже тонкая настройка, кастомизация под наши конкретные задачи. Установка его такая немножечко сложная, поэтому мы ее выделили в отдельный урок. К слову сказать, я свой вот этот вот постфикс для трекера заявок переделал вчера на почту Яндекса, убил на это часа три, потому что оказалось там невероятно много подводных камней, поэтому, наверное, тоже сниму отдельный урок по настройке постфикса для почты Яндекса. А мы сейчас с вами разберем два основных понятия, которые нам пригодятся. Не понятия даже, а технологии, что ли. В общем, наш трекер заявок, он написан на Perl. Perl — это у нас язык программирования, который, что интересно, был создан лингвистом, и изначально он предназначался для манипуляции с текстом, а потом его стали использовать для вообще широкого круга задач, там и веб-разработка, и администрирование, программирование, разработка интерфейсов и так далее. У Perl у нас есть два девиза, я их хочу вам зачитать, это очень хорошее. Первый девиз — это есть больше одного способа сделать что-то. И второй — это простые вещи должны оставаться простыми, а сложные — стать выполнимыми. То есть при помощи Perl мы можем сделать все, что угодно, куча различных способов. И важный момент — у Perl есть собственная библиотека. Вот это вот Span — это архивы всего, чего угодно, это и документация, и программное обеспечение, и дополнительные модули. Все находится на сайте www.span.org. Там можно прочитать все, что нужно о модуле, оттуда можно модуль скачать и установить. У нас с вами есть несколько вариантов установки Request Tracker. В Ubuntu он доступен как отдельный пакет Request Tracker 4, актуальная версия 4. И в принципе его можно попробовать поставить при помощи AppGetInstallRequestTracker4. Но как-то сколько я не пробовал, ничего не получается. Таким образом надо еще очень много потом добивать руками, поэтому проще запустить его собственный инсталляционный скрипт, который будет скачивать все, что ему нужно, скачивать модули Perl, устанавливать модули Perl. И именно этим способом мы сейчас и будем пользоваться. Для начала нам нужно определиться, какой именно пакет мы будем скачивать. Я сейчас нахожусь на сайте bestpractical.com. Это сайт производителя как раз нашего Request Tracker. У него здесь есть короткая ссылка справа, видите, Download RT Today, Download It Now, скачать его сейчас. Можно заполнять всю эту форму, можно сразу сказать, переведи меня на страницу загрузок. И сейчас автоматически начнется скачивание, но суть в том, что он говорит, что последний релиз может быть скачен по вот этой ссылке. Мы с вами сейчас будем пользоваться вегетом для этого и по этой ссылке перейдем. Только я укажу конкретную версию, хотя я знаю, что и так будет скачена последняя, но я вижу, что последняя версия RT 2.12, именно RT 2.12 мы и будем с вами скачивать. Я сижу через пути сейчас, но вам это не видно, просто я буду команды таким образом удобно вставлять. Значит, для начала нам нужно всегда обновлять информацию о репозиториях и проверять, есть ли у нас обновление. Update и Upgrade. Можно выполнять это в одну строчку, но я для вас спешу поэтапно все время. Теперь нам нужно установить два пакета, которые нам пригодятся. Кстати, да, уже надо клавиатурное сочетание использовать. apt-get install. Нам понадобится сам, собственно, Perl. Он, скорее всего, установлен, но не факт, проверим. Ну да, он у меня установлен по-любому. Но на всякий случай я вам это показал. И нужно установить утилиту Make. Не знаю, есть ли она у меня в умолчании, может, мы ее вставили на прошлых занятиях уже. Это две утилиты, которые нам нужны. Make – это у нас утилита, которая у нас преобразует файл из одной формы в другую. То есть мы сейчас будем компилировать свой request tracker, используя его родные файлы конфигурационные. Для этого есть специальные make-файлы, которые запускают последовательности команд, подкачивают зависимости, проверяют, запускают необходимые программы. То есть мы сейчас с вами скачаем request tracker наш, и в нем уже есть эти make-файлы. Для того, чтобы они работали, нам нужна эта самая утилита make. Теперь, собственно, переступаем к скачке. Я сразу скопирую ссылку и вставлю ее. Используем команду wget, которая позволяет нам скачать информацию из интернета. Ссылку вот вы видите. Я вам ее уже в браузере показал. Пошла закачка, там, в принципе, не мог качать, и сейчас он у нас скачает файл в нашу домашнюю папку. Проверяем. Вот у нас rt4.2.12.ar.gz. Давайте ее распакуем. Распакуем, наверное, в директорию temp, так во многих мануалах рекомендуется. Понятно то, что, в принципе, все равно куда распаковывать. Используем архиватор tar с опциями x, z, v, f. Значит, x это на с экстракт распаковать, z это использовать для этого g, zip. Verbals это стандартное v, показывая все, что ты делаешь, то есть многословный вывод пусть будет. И файл это f, куда выводить. Значит, rt, вот он наш файлик табуляции, я дополнил. И пусть он это все распаковывает в папочку temp корневую. Обратите внимание, если вы будете потом перезагружаться в процессе установки, из папки temp сотрется содержимое вот этого всего архива. Поэтому вам нужно будет заново распаковывать, если вы вдруг решите в процессе установки поперезагружать Ubuntu. Так, давайте перейдем в нашу папку temp. Посмотрим, что там есть. Тут много что есть и плохо очень видно с этим шрифтом. Но вот здесь появилась папочка rt4212, она нас интересует. Перейдем в нее, cdrt4212, сможем глянуть, что там есть. И значит, здесь у нас есть важные очень вещи. Во-первых, у нас здесь есть configure, то есть configure, то, что будет у нас конфигурировать наш rt. И мы сейчас будем конфигурировать наш rt для установки. Вообще есть полный мануал у rt4.2 со всеми опциями вот этого скрипта configure, конфигурационного скрипта. Я опять скопирую из мануала и расскажу, что каждая опция значит. Значит, запускаем вот этот конфигурационный файл. WithWebUser от кого запускать? VVVData это пользователь Apache, тот пользователь, от которого работает веб-сервер. WithWebGroup тоже VVVData. Мы указываем вот эти вот VVVData, потому что по умолчанию будет запускаться от пользователя VVV. А у нас пользователя VVV сейчас в системе нет. Поэтому лучше запустить конфигурационный скрипт именно с вот этими параметрами. Иначе потом он будет создавать дополнительные шаги для того, чтобы мы определили, кто у нас пользователь Apache, как ему к нему обращаться, по какому имени и так далее. Поэтому мы сейчас сразу указали вот здесь вот две эти опции. Опять же, ссылку дам в конце видео, там вы сможете посмотреть все доступные опции. Enable GraphVis. GraphVis это пакет GraphVis. Там много утилит командной строки и куча программ с графическим интерфейсом. Он нужен для того, чтобы создавать графы и строить различные зависимости, которые нам очень могут пригодиться. Enable GD. GD это тоже пакет, который связан с графиками и с визуализацией, и с различными диаграммами и так далее. То есть мы включаем вот эти две возможности в момент установки. Окей. Сконфигурировали мы сейчас. Теперь нам нужно сконфигурировать наш Cpan. Cpan в начале презентации говорил. Библиотека различных модулей. Его мы можем запустить командой Cpan. Открывается его такая встроенная, можно сказать, оболочка. Мы можем теперь здесь все настроить для нашего Perla. Мы по умолчанию выбираем Yes. То есть он все, что можно будет делать автоматически. И теперь мы можем здесь задать основные действия. Значит, чтобы нам Perla в момент установки не задавал кучи вопросов, мы сейчас многое с вами зададим изначально. Первое, что мы с вами зададим изначально, это установка зависимостей. Потому что сейчас, когда мы будем пытаться устанавливать Request Tracker, нам нужно будет очень много Perla модулей. И каждый раз будет задаваться вопрос, что мы хотим сделать. Установить, не устанавливать, игнорировать и так далее. Мы можем задать сейчас действия по умолчанию. Follow – это значит автоматом ставить. Еще здесь есть действия Ask, есть действия Ignore. Мы будем с вами по умолчанию ставить. Следующий вариант. Нам нужно теперь разобраться с теми модулями, которые нужны для установки, но потом не нужны в системе. Опять же, политика по умолчанию будет Yes у нас. То есть по умолчанию мы будем ставить все модули, которые нам нужны для билда текущих пакетов. И пусть они у нас остаются в системе. Для того, чтобы эта конфигурация применилась, нам нужно выполнить команду ConfCommit. И через буковку Q выйти отсюда из цепана. Мы готовы к установке. По идее, сейчас лучше сделать, если вы это делаете на виртуалке, снимок состояния системы, чтобы, если что, можно было к нему откатиться. У нас, значит, есть с вами команды, которые позволяют нам проверить текущую конфигурацию для настройки RT. Это готовые уже конфигурационные скрипты, которые идут вместе с RT. Это скрипт test.debs. Давайте я его от супер-юзера запущу. Сделать шаги тестированные. И вот он сейчас у нас показывает то, что у нас практически ничего нет. Видите, миссинг, миссинг. Что-то он нашел. В частности, он нашел группы. Он нашел группу VVVD, он нашел кучу групп. Мы с вами создавали, если помните, группы в конце прошлого видео. И все остальное он не нашел. Миссинг, 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 миссинг. Для того, чтобы все это установить автоматом, у нас есть команда FixDepth. То есть шаги по фиксированию найденных проблем. Я нажимаю сюда Make FixDepth. И вот этот процесс может дотянуться минут на 20-30, в зависимости от того, какой у вас интернет. По идее, он должен все установить автоматически, но здесь есть нюансы. Иногда какие-то модули он не может установить вручную. Иногда какие-то модули приходится самому заходить на C-PAN и скачивать через VGET и устанавливать вручную. Но это такая очень геморройная задача, поэтому будем надеяться, что у нас все получится за один раз. Я, наверное, трансляцию тормозну и включу ее обратно, когда он задаст что-нибудь, какой-нибудь вопрос. Потому что это действительно длительный процесс. Вот, кстати, модуль, с которым очень часто возникают проблемы. Это XStash. Он позволяет, вы видите, в два раза быстрее выполнять какие-то действия, чем тот стаж, который написан в Perli. Этот наш XStash, он написан на C. И поэтому он говорит, что если у нас есть компилятор C, нам лучше бы использовать его. И вот тут вот часто очень установка заходит в цикл, потому что не может установить этот модуль. В данном случае у нас, скорее всего, все получится. И по умолчанию будем его тоже использовать. И процесс пойдет дальше. Но имейте в виду, иногда этот XStash приходится скачивать вручную и устанавливать тоже вручную. Также он нам в конце предлагает провести дополнительные тесты, для которых ему нужна сетевая активность. То есть он сейчас будет запускать кучу различных задач и обращаться к внешним серверам. И пишет, что если мы находимся за фейерволом или у нас нет подключения к сети интернет, то эти тесты могут у нас закончиться неудачно. Так как у меня есть подключение к интернету, я хочу, чтобы он эти тесты тоже сделал. Я успел уже полы даже помыть, пока он это все сделал. В общем, говорит то, что все зависимости были найдены, поэтому нам лучше еще раз пробежать MakeFixDepth. То есть TestDepth проверить, все ли у нас установилось. То есть протестировать готовую нашу конфигурацию. Иногда вот этот цикл TestDepth-FixDepth нужно выполнять несколько раз, одно за другим, одно за другим. Вроде бы все found, 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 если у нас все found в результате тест-депсов. То, что иногда он пишет, что все зависимости найдены, а вот здесь допустим, missing, missing, missing. Но я вижу, что у нас вроде все found, и вот раз так, значит мы можем выполнять теперь действия установки. Sudo make install. Оно пишется install. И снова пошел процесс установки, но он уже быстренько завершился. Мне кажется, он еще дольше, но он, видите, быстро завершился. Говорит то, что нам теперь нужно инициализировать нашу базу данных, чтобы у нас RT заработал. Давайте сделаем, я, видите, выделил тем самым скопировав. Просит у нас пароль от пользователя root для MySQL. Указываем этот пароль. Сделал, 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 все готово. Он смог создать нам нужную базу данных, нужные таблички, все сделал, все у него готово. Теперь нам нужно настроить Apache для того, чтобы у нас это все хоть как-то работало. То есть сейчас у нас, если мы с вами перейдем на страницу по IP-шнику моего этого компьютера. Так, какой у него был IP-шник? 10.0.1.8. Сейчас давайте я перейду в браузере на этот IP-шник. Не буду менять размер окна, и так все видно. 10.0.1.8. Перехожу. И вижу страницу Apache 2 по умолчанию. То есть у нас веб-сервер запущен, это его стартовая страница, все в порядке. Теперь нам нужно, чтобы этот веб-сервер перекидывал нас на страницу request tracker. Для этого нам нужно его сконфигурировать. У нас есть, давайте перейдем лучше в эту папку, тогда etc, Apache, sites available, то есть доступные сайты, Apache. Видим то, что у нас здесь есть конфигурация по умолчанию для стартовой страницы и конфигурация по умолчанию для доступа через SSL, через защищенный протокол. Мы сейчас настроим через обычный HTTP, а SSL укрепим это все на следующем виде. Значит я отредактирую вот этот файл по умолчанию 0.0.0.0.DEFAULT.COM и укажу приблизительно следующее. Допишем имя сервера, я думаю сюда. Оно у меня скопировано. Закомментирую я пока и эту строчку, и эту строчку И допишу сюда блок, который необходим для работы request tracker Выглядит он вот так Здесь мы сейчас с вами не будем углубляться в подробности того, как работают веб-сервера Но суть в том, что у нас здесь все наши документы лежат по пути опыта RT4 Это тот путь, куда по умолчанию у нас установился request tracker Так как мы в скрипте configure не указывали, куда конкретно ему устанавливаться И собственно отсюда из опыта RT4 он будет брать все, что ему необходимо для работы на веб-сервере Это такая минимальная конфигурация, чтобы все запустилось Сохраняем И говорим Давайте очищу я экран Перейду в корневую папку, в свою домашнюю папку, чтобы все было попроще И скажу сервис, чтобы у нас Apache перезапустился Apache 2 restart Если я сейчас накосячил, у нас повалятся ошибки Нет, прекрасно, можно проверить статус Если бы я что-нибудь накосячил в стартовой этой странице 00.default, у меня бы здесь посыпались ошибки Но вроде бы все запустилось Давайте попробуем, перейдем, посмотрим, что у нас получилось теперь в браузе Вот она страница 10.008 по умолчанию, пытаюсь ее обновить И получаю окошко входа в request tracker Вот так вот она выглядит, значит мы уже с вами готовы в принципе здесь что-то делать Можем попробовать войти По умолчанию у нас пользуется root, а пароль password Word по-английски, пароль по M-систему И вот так вот у нас это все некрасиво выглядит, потому что я окно сжал до смешного размера 800 на 400 Тем не менее, это показывает, что tracker у вас работает В следующий раз будем его подстраивать под себя Итак, мы с вами скачали родной пакет установочный для request tracker Сконфигурировали его, подготовили для установки, сделали шаги для проверки текущей среды На наличие всех выполненных действий для установки tracker Мы потом выполнили фиксирующие шаги и запустили установку В процессе этого всего Perl сам что-то скачивал, подкачивал, делал, устанавливал, строил, компилировал В результате мы получили готовый request tracker, уже построенный под нашу систему Затем мы просто в Apache указали откуда брать веб-странички, откуда брать все содержимое И у нас по умолчанию теперь request tracker открывается как сайт на нашем IP-шнике То, как пробраться наружу, как защищать СССР, мы будем заниматься на следующем занятии такими делами Спасибо, что смотрели